Привет, друзья! Изданию BMW Blog удалось разузнать много интересной информации о новом поколении BMW X5 от человека, имеющего доступ к разработке кроссовера следующего поколения. Пятое поколение X5 будет продаваться на рынке под индексом G65. Проблема только в том, что новинка будет базироваться на уже слегка устаревшей платформе Klar. Эту платформу BMW начала применять еще в 2015 году. И учитывая, что следующее поколение X5 будет представлено в 2027 году, у меня лично это вызывает некий диссонанс. К тому же на тот момент компания представит более современную платформу New Class, и ее можно было бы использовать на новом X5, но в BMW почему-то этого не делают. Самое парадоксальное, что следующее поколение BMW X3 будет базироваться на тележке New Class и технологически будет превосходить своего старшего собрата. Этому решению есть объяснение. Компания пока не готова к таким радикальным изменениям в верхнем сегменте. К тому же, если кто-то хочет кроссовер от BMW на специализированной платформе, заточенной под электротягу, могут купить BMW iX. X5 пока остается прерогативой пэтрол-хедов, и платформа Klar решает эту задачу лучше всего. Благодаря использованию устаревшей платформы, следующий X5 сможет сохранить доступ к трехлитровой рядной бензиновой турбошестерки. Никуда не денется и 4,4-литровый V8 S68. Его немного форсируют и доведут его мощность до уровня в 600 лошадиных сил. Этот мотор будет устанавливаться на модификацию M60 и будет доступен только для рынка Америки. В Европе будет продаваться модификация M60E с трехлитровой бензиновой турбошестеркой и электромотором, мощностью в 571 лошадиную силу и 800 ньютон-метров момента. Все для того, чтобы вписаться в современные нормы по выбросам. Параллельно с бензиновой линейкой BMW запустит и полностью электрическую версию кроссовера AX5, но о ней пока мало что известно. Флагманом традиционно остается BMW X5M, только в новом поколении он станет намного мощнее и обзаведется гибридной силовой установкой, как у BMW XM, с 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, работающим в паре с электромотором. Такая же установка будет использоваться и в новом поколении BMW M5 с мощностью 800 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров момента. У X5M будут аналогичные показатели отдачи, а на разгон до первой сотни новый кроссовер будет тратить 3,4 секунды. Премьера нового поколения X5 состоится в 2027 году, так что придется немного подождать. Mercedes представил сразу две высокопроизводительных модификации для среднеразмерного кроссовера GLC в кузове купе. Речь идет о версии GLC 43 и о топовом варианте GLC 63 AMG. Оба автомобиля имеют внешне практически идентичные параметры. Здесь вам и новая решетка радиатора в духе старой Panamericana и передний бампер с крупными воздуховодами. Корма украшена массивным диффузором и аккуратным спойлером, визуально воспринимающимся как часть крышки багажника. Оба автомобиля выглядят достаточно массивно благодаря расширенным передним и задним крыльям, а также боковым юбкам. Если не брать во внимание незначительные отличия, оба автомобиля визуально можно отличить по форме выпускной системы. У GLC 43 она круглая, а у 63 модификации прямоугольная. На этом в принципе все. С интерьером ситуация достаточно предсказуемая. Он точно такой же, как и у стандартной модификации без приставки AMG. За исключением фирменного трехспицевого рулевого колеса, который здесь доступен уже в базе. А также наличие обильного количества карбона, алькантары на потолке и кожаных сидений с развитой боковой поддержкой. Также в программном обеспечении есть несколько фирменных утилит от подразделения AMG. На этом отличия заканчиваются. С силовыми установками все тоже достаточно ожидаемо. Базовая 43 модификация оснащается двухлитровой рядной бензиновой турбо-четверкой мощностью в 421 л.с. и 500 Нм. Двигатель способен раскручиваться до 7000 оборотов в минуту. И это очень приятно. Бензиновому агрегату также помогает 48-вольтовый стартер-генератор, способный кратковременно выдавать дополнительных 14 л.с. и 150 Нм. Младшая версия разменивает первую сотню за 4,8 секунды и развивает максимальную скорость в 250 км в час. Учитывая ее вес в 1995 кг, это достаточно неплохие показатели. Старшая 63 модификация оснащается аналогичной гибридной силовой установкой, используемой в новом Mercedes C63 AMG. Здесь установлена точно такая же двухлитровая рядная турбо-четверка мощностью в 476 л.с. и 545 Нм. И помогает ей электромотор, установленный на задней оси, мощностью в 204 силы и 320 Нм. В сумме вся эта кухня выдает феноменальное 680 л.с. и 1020 Нм. Чего с головой хватит, чтобы разменять первую сотню за 3,5 секунды и развить максимальную скорость в 275 км в час. Довольно-таки солидный результат для кроссовера весом в 2310 кг. В Mercedes пока не раскрывает сроков поставок новинок, а также цены на них, но обещает это сделать до конца текущего года. Ателье Novitec, славящееся своими очень аккуратными тюнинг-проектами, представило очередную свою работу на базе Ferrari 812 Superfast. Черный, словно смола силуэт автомобиля, получил небольшие доработки в виде карбоновых компонентов, разработанных штатными дизайнерами ателье. Сам комплект состоит из передней губы, массивного заднего диффузора и ряда других элементов, подчеркивающих сильные стороны модели. Все это украшено абсолютно новыми фирменными колесными дисками. Спереди используется 21-дюймовый вариант, а сзади диски на 22 дюйма. Больше всего впечатляют технические характеристики автомобиля. Благодаря новой выпускной системе и перенастройке блока управления, тюнерам удалось увеличить отдачу атмосферного V12 объемом в 6,5 литров, который здесь установлен, и добиться результатов 828 лошадиных сил и 751 ньютон-метр момента. Таких показателей с головой хватит, чтобы купе разменивало первую сотню за 2,8 секунды, и если дальше жать на педаль газа, со временем вы упретесь в максимальную скорость в 345 км в час. Чтобы автомобиль вел себя устойчиво на таких больших скоростях, для него изготовили под заказ спортивные пружины, с помощью которых дорожный просвет сократился на 35 мм. Хотя гидравлическая система, установленная на передней оси, может увеличить дорожный просвет передней части на целых 40 мм, что упрощает преодолением различных препятствий. Стоимость нового проекта в компании пока не раскрывается, но тюнеры обещают исправить этот недочет уже в ближайшее время. Jeep в следующем году представит новый роскошный и очень мощный электрический кроссовер. Выпускаться он будет под брендом Wegener. Это суббренд, ориентированный на производство премиальных кроссоверов и внедорожников, и в скором времени в его линейке появится новая модель. Речь идет о Jeep Wegener S. Электрический кроссовер ориентирован на конкуренцию с BMW iX и Mercedes EQE. В длину новинка достигает почти 5 метров и станет новым электрическим флагманом компании. Чтобы соответствовать всем высочайшим требованиям данного класса, автомобиль построен на абсолютно новой платформе STLA, ориентированной исключительно на электромобили. Благодаря этой тележке инженеры с легкостью смогут интегрировать в кроссовер батарею большой емкости. Ее размеры на данный момент не сообщаются, но в компании уже обещают, что запас хода составит почти 600 километров пути на одном заряде, что довольно неплохо. С силовыми и динамическими характеристиками у новинки тоже все в полном порядке. Для того, чтобы автомобилю было проще конкурировать с немцами, кроссовер получил два электромотора с эквивалентной отдачей в 600 л.с. При этом на разгон от 0 до 100 джип будет тратить всего 3,5 секунды, и это быстрее, чем у аналогичного BMW AX M60. Продаваться автомобиль будет в США, старт продаж запланирован на 2024 год, а в Европе электрокар появится ближе к 2025 году. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи!